Я крестьянский сын. Отец крестьянин до мозга костей, мама сельская учительница. Их родители тоже крестьяне. Своей историей, непростой историей. Но любовь к земле, к делу, наверное, на меня передалась. Честно сказать, я по молодости стеснялся крестьянского происхождения, особенно в армии. С возраста я понял, что как раз таки и ничего плохого в этом нет. Более того, крестьяне по сути своей более трудолюбивы, чем люди, выросшие в городских условиях. Пришел в квартиру, рабочий день закончился. И все. А крестьянин начинается с восходом солнца и заканчивается после захода солнца. Я к этому привыкший всю жизнь. Я много работал. 12 часов. Я даже сейчас, наверное, еще 12 часов работаю. Ну, может, уже не всегда, но часто. Мы за 3-4 месяца от постановки задачи до готового изделия мы вот получили новым методом литья, центробежным литья, отливки. То есть мы сами разработали, сконструировали, изготовили и получили отливки, пройдя все стадии согласования. Кто автор этих разработок? Жизнь. Жизнь, которая диктует тебе условия и опыт работы в науке. Большой плац знаний, которых мне посчастливилось получить в академической науке. Вот оно тоже никуда не исчезло. Мне удалось улечь за собой массу способных и высокоспособных людей, которым вот идея ресурсосбережения, энергосбережения, идея работы в постоянном поиске нового. И мы сейчас пришли на участок, где уже с наших отливок, которые вы видели в Литейке, вот что претерпев ряд стадий механической, термической, химико-термической обработки, что получается на выходе. Это гильзы цилиндров двигателей, которые идут на тепловозы. Кстати, такими же мы комплектуем Белорусскую железную дорогу под ремонт их двигателей. И на российские заводы, которые собирают новые двигатели. Двигатели те имеют широкий спектр применения. Ну, мы чем гордимся? Ну, во-первых, мы смогли вот в это постсанкционное время за 3-4 месяца поставить на производство новый вид литья. Много династий. Даже есть там уже и в двух поколениях, и в трех людях. Не только я с моими сыновьями, с моей женой, с моим братом там. Вот. Ну, это говорит о чем? Что людям интересно. И зарплата, наверное, важный фактор. Но если есть творческая, рабочая атмосфера, то, поверьте, даже уборщику помещений тоже здесь интересно работать. Мы смогли снарядить парк технологического оборудования, который позволяет это сделать. То есть эти гильзы и азотируются внутри, и ханингуются. Такого оборудования, большого оборудования, делает несколько компаний в мире, а построенных на базе мехатроники, то есть механики и электроники, а не гидравлики, это вообще единицы. Производство построено на новых наукоемких технологиях. Оно по мере своего производственного цикла подтягивает к себе другие технологии, новые и такие вот довольно эффективные. Здесь все нашего производства, за исключением вот этих резинок. Ну, резинки покупаются по кооперации, все остальное наше. Традиционных материалов, которые применяют другие литейщики мира, ну, у нас мало или практически нет. То есть мы работаем полностью по энергоресурсосберегающим технологиям. Вот пример этого, замкнутого большого цикла. Начинал, понятно, я с тем багажом еще раз повторю знаний, которые я наработал в Академическом научно-исследовательском институте. Ну, и мне кажется, было бы вообще хорошо, чтобы таких примеров было больше. Я и еще двое ученых, мы получили государственную премию в области науки и техники за материализацию того метода литья, как бы сказать, основы которого были разработаны в институте. Я доработал его под нужду производства здесь, на технологии. Ну, и разработка получилась настолько яркой, эффективной для промышленности, что она, ну, по достоинству была оценена государством в виде государственной премии в области науки и техники. Я лично горжусь этим. Мы первыми были, кто стал азотировать чугунные поршневые кольца вместо нанесения на них хромового покрытия. Потом, спустя какой-то период времени, это повторили немцы-американцы вместе. Но они все равно до той тонкости, до которой дошли мы, они до этого не дошли. Наверное, может, это и не революция, но я первый построил замкнутый цикл энергоресурсосберегающего производства. Поверьте, такого нету. При получении отливок мы используем для обогрева помещений. Все отходы механических стадий обработки деталей нашей, все, мы повторно все переплавляем в собственном литейном производстве. тепловую энергию от отливок, методы литья, и литье намораживанием наше, и центробежное литье, и непрерывно-горизонтальное литье. Мы так поставили процессы, что тепловая энергия, которая извлекается из-за отливки, мы ее используем для получения заданных свойств без дополнительной термической обработки. Субтитры подогнал «Симон»